Всем привет! Меня зовут Роман Переборщиков, я руководитель просветительского проекта Курилка Гутенберга. И на этой площадке вместе с проектом Coworking ключ мы проводим такой лекционный, дискуссионный проект «Цифровой след», в котором мы рассказываем про достаточно интригующие проблемы общества и интернета и те взаимосвязи, которые между ними есть. У нас было уже шесть мероприятий, сегодня седьмое, наверное, самое сложное, хотя у нас уже были дискуссии в том числе про токсичность в интернете, про террорий на сети, но сегодня будет достаточно такая проблематичная тема именно для нашего общества, так что не буду задерживать. И представлю сегодняшнего лектора Александра Архипова, кандидата в филологических наук, доцент в Центре типологии и семиотики фольклора РГГУ, старший научный сотрудник Ранхикс. Все очень долго, да. Давайте поприветствуем. Добрый вам всем день. Меня зовут Саша Архипова. Говоря простыми словами, я антрополог. Антрополог культурный, социальный. Это означает, что я изучаю и изменяя черепа людей, то, как они развивались во времени. Кстати, прекрасная и полезная задача. А я занимаюсь изучением того, как меняются человеческие общества. И сразу хочу предупредить, мы долго переписывались на тему того, о чем мы должны говорить в сегодняшней лекции. У меня же 5 час времени, правильно ведь? И надо сказать, что тема сегодняшняя – это группы смерти и другие страхи перед технологиями. Однако сегодня вы услышите про многие страшные вещи. Про насилие, про женщин, про борьбу за гражданские права, про вторичные выходы замуж, про общение онлайн. И только в десятую степень – страхи перед технологиями. Потому что на самом деле нам всегда кажется, что страх перед технологией – это такая вещь в себе. Вот некоторые такие странные люди, а может быть, не очень странные, они боятся телефона, телевизора, компьютера и чего угодно. И можно, в принципе, было бы прочитать довольно подробную лекцию из Сирии в 1887 году, столько-то и жителей Нью-Йорка собрали для того, чтобы забросать камнями телеграф. В принципе, это могло бы быть. Но я на самом деле хочу сделать не это. Потому что когда мы просто перечисляем исторические факты, свидетельствующие о том, как боялись паровоза, как боялись, я не знаю, первого умывальника, это всё как бы с одной стороны фактологически правильно, с другой стороны нам ничего не даёт. Потому что первым делом мы должны понять, чего боятся люди, когда они боятся телефона, телеграфа, интернета и по списку. И здесь я предлагаю вам проделать вместе со мной важное разделение, которое мы будем сегодня в течение этой лекции придерживаться. От этого потребуется некая аналитическая работа. Вот давайте себе представим, это такой реальный пример, некоторые религиозные группы, например, старообрядцы. Сейчас этого осталось крайне мало, но в принципе старообрядцы крайне недоверчивостью относились к технике и считали, например, радиотелевизор, не все группы старообрядцев, но некоторые считали радиотелевизор как бы продуктом рук дьявола. С их точки зрения телевизор — это некоторый объект, данный нам на ощущениях, однако у него есть некоторое скрытое вредоносное свойство. Поэтому любой человек, который им пользуется, абсолютно любой, он получает от этого некоторый вред. Ровно так же, например, сейчас существует большое количество людей, которые считают, что излучение Wi-Fi очень вредно, или там мобильные телефоны вызывают рак мозга. Речь идет о том, что у некоторого предмета есть еще раз скрываемое вредоносное свойство, о котором как бы не говорят производители. И это страхи, они вполне понятные, у них есть свое происхождение, но о них мы сегодня говорить будем очень мало. Мы сегодня будем говорить о других страхах пиротехнологий, имеющих другую природу, о страхах, порожденным таким ощущением того, что некоторая технологическая новинка, появляясь в руках какого-то человека, перехватывает наш контроль над этим человеком. И речь на самом деле идет не о том, что телевизор изобретение дьявола, а о том, что мы теряем власть над человеком. Давайте вот сейчас мы подробно разберем первый случай. Ну, например, знание, как правило, это возникает такое представление о технологии, что она обладает вредоносными свойствами, возникает в культурах очень замкнутых, где есть очень четкое деление на свое и чужое. Будем реалистами, деление на свое и чужое, чистое и грязное, и на прочие, как называют их ученые, когнитивные оппозиции есть везде. Мы никогда не можем от них избавиться. Просто в разных культурах они разные. Так, например, во многих культурах любое новое, приходящее туда явление, в частности, например, фотоаппарат, оказывается объектом, потому что мы не знаем, что он может с нами сделать, он не вписан в существующие правила поведения, в существующие правила обращения. Этим очень хорошо пользовались миссионеры, которые работали, миссионеры, а также путешественники, например, в Африке, которые были вынуждены работать с местными представителями населения. Так, например, был такой миссионер Франсуа Кайкайлард, который работал в Замбии. В Замбии были, надо вам сказать, жесткие нравы. Поэтому у него была фотографическая камера, и он начал фотографировать публичную казнь мятежников. И он понял, что фотографируя фотоаппаратом, он приобретает власть над людьми, потому что, как воскликнула сестра короля, миссионеры ужасно, они носят живых и мертвых в кармане. То есть фотографируя казненных, он приобретает над ними власть, он имеет их изображение и таким образом может их контролировать. В 1883 году шотландец Томпсон, путешествуя по Африке, делал фотографии массаев, уверяя, что таким образом он делает их более сильными, более храбрыми, и они этого очень побаивались, и они его не убили. Тем самым во всех этих случаях некоторому техническому объекту камере приписываются свойства, когда он появляется в культуре. Так бывает всегда. Не надо думать, что это какое-то исключительное свойство Восточной Африки. Примеров этому очень много прекрасных современных. Например, некоторые современные дети знают, что если ровно в 12 часов, пока часы так виртуально бьют, спросить голосового помощника Алису, то она превращается в злую Алису и даст себе целый ряд неправильных советов. И вот вам, пожалуйста, ровно то же самое представление. То есть технология обладает некоторым скрывающим, некоторым дополнительным вредоносным свойством. Вот, например, про молчаливую убийцу Wi-Fi даже неинтересно рассказывать. Сегодняшняя лекция вообще не про это. Сегодняшняя лекция про страхи, которые, я уверяю, есть у нас у всех. И я хочу с вами в конце обсудить, чувствуете ли вы их. Однако, может быть, мы не так сильно их рефлексируем, не так сильно их понимаем. Когда в Европу и в Северную Америку приходит последовательно ряд технологических новшеств, это, как правило, люди начинают страшно переживать. Переживают они за то, что их мир, их окружающий очень сильно меняется. Как правило, некоторые из этих переживаний кажутся очень комическими. Ну вот, например, телеграф называли в Англии, и это важно, что в Англии, убийцей романтической любви. Знает ли кто-нибудь здесь присутствующих, почему? Да, это, кстати, тоже считалось, что телеграф – это как бы убийца способа выражать мысли. И в журналах, в модных журналах были такие дискуссии. Наши молодые люди, они перестают читать большие тексты. И писать большие тексты они тоже перестают. Они приходят на телеграф и посылают короткими сообщениями. Они посылают их до 50 в день, богатые молодые люди. Какой ужас, куда катится наша страна. Узнаете как бы структуру? Но есть еще конкретная причина, почему именно в Англии телеграф считался убийцей романтической любви. Ну, это такая занятная история, но показывающая градус общественных настроений. Что вам говорит слово «грэтнагрин»? Грэтнагрин – это маленькая деревушка, которая вообще бы ничем не была известна. Три домика, одна церковь, что называется, если бы не ее удачное местоположение. Она находилась на границе Англии и Шотландии со стороны Шотландии. Английские законы были очень строги. Если тебе надо было выйти замуж и жениться, ты не мог просто пойти это сделать. Тебе нужно было получить разрешение от опекуна или отца невесты. Во-вторых, тебе нужно было огласить брак в церкви за какое-то количество недель до. Если этого проделано не было, брак не мог быть заключен. Естественно, что, как мы понимаем, все эти прекрасные романы о том, как молодые люди, влюбленные друг к другу, бегут жениться против воли родителей, где они, собственно говоря, физически это делали. Был такой маленький, устраивающий всех бизнес. Молодой человек, желающий умыкнуть невесту, идет в специальные конюшни, где договаривается о быстрой скорой карете, которая подхватывает, забирает его и его девушку. Она, конечно же, вылезает из окна по простыне, как иначе. И, значит, они скачут день, скачут ночь, меняя лошадей на заранее договоренных постоялых дворах, пересекают границу Шотландии и женятся в Шотландии, потому что по шотландским законам вот эти вот все разрешения, оповещения были не нужны. Этот весь маленький бизнес вместе с этими романтическими взглядами накрылся, когда появился телеграф. Почему? Ну, конечно, потому что теперь отцу семейства, который спустился к завтраку и обнаружил, что его любимая дочка в прямом смысле выпахнула из окна, достаточно было отбить телеграфное сообщение на телеграфную станцию, стоящую на границе с Шотландией и Англией. И полиция перехватывала карету с беглецами и возвращала их с позором обратно, неженатыми. И на этом этот романтический бизнес закончился. Но эта история такая комическая, и я вам ее рассказала немножко, чтобы показать вам, под каким необычным аспектом люди воспринимали новшество. Но в целом телеграф вызывал гораздо более серьезные проблемы. Но вот наверху я так занудно вам показываю название книг, где об этом рассказывается. Один мой коллега обозвал меня школьной училкой, потому что я очень люблю давать всегда названия книг, о которых я говорю. Есть у Тома Стендиджа прекрасная книжка «Викторианский интернет» про сложные отношения с телеграфом. Когда телеграф появился, он перевернул мир. И дело не только в том, что стало можно посылать информацию на далекие расстояния. Нет. Дело в том, что никакая коммуникация, она не возникает в воздухе. Это иллюзия. Нам, людям, всегда приходится как-то учиться с ней обращаться. Проблема заключается с телеграфом в том, что на телеграфе должен кто-то работать. Телеграф требует большого количества работников, которые сидят и выполняют однотипные действия, очень монотонные. Как вы понимаете, в конце XIX века в европейских, американских городах была некоторая нехватка людей с образованием. Потому что для работы на телеграфе надо не просто монотонно выполнять работу, надо иметь начальную грамотность, лучше не начальную. И, соответственно, суть заключается в том, что, с одной стороны, на работу в телеграфное агентство стало очень выгодно занимать девушек. Молодых незамужних девушек или вдов, которые остались без средств существования. Почему? Потому что, с одной стороны, по законам целого ряда европейских стран, и Россия тут совсем не исключение, помните историю Софьи Перовской, известного математика, простите, Ковалевской, известного математика. Но, в принципе, это всегда очень большая проблема. То есть девушка юридически сначала находится под властью отца, потом она выходит замуж за мужа, если выходит. Если не выходит, то она под властью отца находится. А предполагалось, что воспитанная девушка, она не должна работать. Она должна работать только если она оказывается в тесненных обстоятельствах. Ну хорошо, ладно, у нас много девушек в тесненных обстоятельствах, которые хотели бы поработать. Но дальше начинается другая проблема. Эта работа, с одной стороны, вроде бы, как бы эта работа приносит деньги, но она вызывает бурные обсуждения. Эта работа благородная или нет? Она благородная или нет, ваша идея? С одной стороны, это как бы благородными профессиями для женщин, образованных в тесненных обстоятельствах, считалась гувернантка. И все на этом, как бы, список закончен. Ну и еще вариант гувернантки – учительница в частной школе. Ну, как бы образование. Это не образование. С другой стороны, это не сфера, а является ли это сфера услуги? Является ли это то же самое, что горничная или продавщица? То же самое или нет? Возникают бурные дискуссии, которые влекут за собой ответ на один вопрос. Могут ли образованные девушки работать телеграфистками? Постепенно эта точка зрения меняется, естественно, от того, что они не могут, в пользу того, что они могут. Но тут их подстерегает некоторая другая опасность. Общественное мнение начинает говорить. Женщины много в одной комнате без контроля. Что они там обсуждают? Появляется специальная работа под названием «Матрона на телеграфе». Матрона на телеграфе, она, как вы понимаете, сидела и строго следила за тем, чтобы они там занимались делом, а не... Я даже не знаю, что-то могли бы делать. Но самая большая опасность, которую считала, подвергается женщина, работающая на телеграфе, это как раз даже не то, что она там делает в физическом пространстве, а то, что она делает в мире виртуальном. И так, вот это вот первый факт, который, я надеюсь, вас удивил. Понятие незаконных интеракций в виртуальном поле появляется задолго до того, как появляется интернет в привычном нам слове. Крайне бурно обсуждается вопрос о том, что женщины, находясь в рабочей часы без контроля мужчин, они, во-первых, могут там делать всё, что угодно, но самое главное, они оказываются вне пространства дома, и они могут переписываться, перестукиваться с кем вообще хотят и знакомиться с кем хотят. По этому поводу начинается большая паника. Журналы заполняются такими вот фильетонными, в которых показывается какая-нибудь глупая миссис Смит, которая часами пытается там разговаривать, передавать сообщения по телеграфу, потом то же самое переходит на телефон, и как бы она не умеет им пользоваться, высмеивается, то, что она не понимает, она пересказывает какие-то простые испления, она не понимает, что это очень дорого. Подчеркивается, что как бы настоящая, абсолютно воспитанная девушка, она должна быть таким неземным сознанием, который, в принципе, даже не понимает, что это такое. То есть техническое невежество оказывается добродетелью, такой новой добродетелью викторианской эпохи. Мы сейчас говорим о викторианской эпохе, о периодах правления королевой Виктории в Англии. Вопрос. В чём здесь заключается страх? Вы чувствуете, что страх заключается не в том, что сам телеграф обладает каким-то вредоносным свойством, например, он порождение дьявола. Нет. Страх не в этом. Страх заключается в том, что мы теряем контроль над группой некоторой, над группой молодых девушек. Почему? Потому что изначально в модели, в социальной модели, уж просить за это занудство, я вообще, поскольку я такой исследователь, то я человек занудный. Веселье от меня ждать сложно. Так вот, в социальной структуре XIX века, XVIII века женщина не обладает, такое ужасное слово, своей агентностью. То есть она не является самостоятельным персонажем с точки зрения закона и с точки зрения обычного права применения. Соответственно, ответственность за неё всегда принимает ближайший мужчина-родственник. И это нормально. Мы сейчас не обсуждаем, хорошо ли это, плохо. Мы как бы обсуждаем норму с точки зрения того времени. Когда она начинает переписываться с кем-то по телеграфу, получается, что она эту норму нарушает. Нет. Возникает из-за этого сильный общественный страх. Это страх потери контроля. Это страх не перед телеграммом, простите, не перед телеграфом. Это страх перед потерей контроля над группой, которую мы считаем уязвимой. И тут случается история Мэгги Мак Чион, которая жила в Нью-Йорке. Её отец был владельцем небольшого полуразорившегося журнала и газеты. И она была девушкой очень продвинутой. И она решила отцу помочь. Она завела маленькое телеграфное агентство и стала принимать сообщения с тем, чтобы он мог публиковать новости из других стран. И его дела пошли в горы, что на самом деле с ним-то и произошло. Однако, принимая эти сообщения, она оказалась в том самом опасном новом виртуальном пространстве. И она познакомилась там с молодым человеком, с которым начала за неимением лучшего термина «скажу вертятиться». Она с ним чатилась и чатилась, и её отцу это сильно не понравилось. И он в таких грубых выражениях потребовал, чтобы она это прекратила. Она отказалась, потому что она сказала, что она имеет на это право. Дальше, соответственно, выяснилось, что он нанял детектива, выяснилось, что этот молодой человек женат. Тем не менее, она не прекратила с ним общаться. Он выгнал её из дома. А потом, когда она не перестала переписываться по чату, в кавычках по чату, с молодыми людьми, он пригрозил её убить и даже попытался её избить. После чего она пошла и заявила на полицию, на собственного отца, на то, что, внимание, он угрожал ей и телеграфу. И состоялся суд, и его посадили на несколько лет за угрозы жизни и телеграфа. Это очень важная история про страх потери контроля и борьбу за вот эту агентность. И именно поэтому, например, образованная аристократическая женщина в конце XIX века в аристократических британских семьях, она как бы считалась крайне неприличной, если она, например, поднимает трубку телефона, когда они стали появляться, вот на рубеже веков стали везде ставить, это было неприлично, там факт поднятия телефона. И, собственно говоря, с телефоном происходит всё то же самое. Его начинают, он появляется, его начинают ставить в частных домах, и тут Нью-Йорк, мы уже переплыли как бы через океан, захватывает такая паника, связанная с телефонами. Собственно говоря, вот вы видите два издания английских 1929 и 1933 годов, в которых подробно описывается, такие научно-популярные издания того времени, в которых описывается, как изменилась социальная коммуникация в связи с появлением телефона, и как, собственно говоря, какие опасности нас поджидают. И главная опасность, которая нас поджидают, это то, что подростки будут пользоваться телефонами. Предполагается, что подростки должны пользоваться, то есть они не должны пользоваться телефонами. Почему? Опять же, перед нами страх от потери контроля, страх той самой коммуникации в нефизическом пространстве, в пространстве, которое мы назовем виртуальным в кавычках. Считалось, что если, как правило, телефон устанавливали где-то в прихожей дома, естественно, обеспеченного дома, и, соответственно, считалось крайне неприличным, если, например, молодой человек или девушка звонит своему однокласснику и узнает домашнее задание. Это прямо абсолютно нет, потому что это нарушает все нормы приличия, потому что они совершают неконтролируемый акт коммуникации, мы не можем это контролировать. Единственная возможность, при которой это было возможно, если это по обе стороны коммуникации, стоят бонны, стоят няни. Ну и, соответственно, эта книжка призывала, цитировала разные издания, которые писали, что немедленно надо вводить контроль над подростками, которые пользуются телефоном самостоятельно. Потому что и главное, кроме того, что они могут позвонить друг другу и обсудить что-то совершенно ужасное, никому в голову не приходилось задать простой вопрос. Они не могут это ужасное обсудить в школе, в кустах, как обычно это и происходило. Нет, считалось, что они это ужасное будут обсуждать именно по телефону. И еще раз повторю, это не страх телефона, это страх потери контроля. Мы никак этот разговор проконтролировать не можем. И, соответственно, кроме того, считалось, что подростки могут позвонить кому угодно, и мы опять же не можем контролировать это. Опять страх перед телефоном оказывается на самом деле страхом потери контроля. Это, конечно, все накладывается на начало такой, пока еще очень аккуратное начало сексуальной революции. И эти страхи, они как бы довольно сильно развиваются. Теперь мы резко перескакиваем в начало XX века. И к той панике, которая охватила Соединенные Штаты Америки с 2001 по 2006 года, когда в США широко распространился интернет настолько, что почти все подростки, живущие в городах, в той или иной степени им пользовались. Ну вот, собственно говоря, опять же, статья, на которую я ссылалась. А перед нами три очень важных картинки, которые плохо видны, но это сейчас не очень важно. Что мы видим на этих трех картинках? Мы видим на этой картинке молодую белокурую девушку, сидящую за компьютером. Мы видим, что она живет в доме, так называемый белый пригород, мимо которого едет машина, и эта машина как бы полицейская. То есть картинка демонстрирует абсолютную внешнюю безопасность. И мы видим, что при этом за домом наблюдает страшный такой белоглазый человек. Эти три картинки сопровождали многомиллионное воззвание к родителям запрещать пользоваться детям интернетом. Потому что считалось, что дети, даже не то, что дети, маленькие 12-летние девочки, пользуясь компьютером, они подвергаются преследованию онлайн. И это вызвало массовое обсуждение. И часто цитируют для доказательства той точки зрения, что интернет чудовищно опасен. Его надо запретить. Цитировали американский опрос и цитировали фразу «Каждый пятый тинейджер подвергался преследованию онлайн». Если мы при этом посмотрим на статистику преступлений со стороны чужих взрослых по отношению к детям, мы увидим, что количество преступлений против детей падает вместе с развитием, в противовес развитию интернета. Тем больше покрытие интернета, тем меньше таких преступлений. Можно потом в конце лекции обсудить, почему. Так что же не так с этим опросом? На самом деле общественное мнение изменило реальные данные опросы. В реальности в опросе, приведенном в 2001 году, говорилось, каждый пятый подросток подвергался преследованию онлайн со стороны знакомого другого подростка. Речь не идет о каких-то страшных педофилах, которые преследуют массово. Каждый пятый – это огромная цифра. Но в реальности этого не было. Здесь другой подросток был просто заменен на взрослого. В опросе 2005 года в реальности было сказано, что каждый седьмой подросток подвергался преследованию в основном со стороны знакомых взрослых и членов семьи. Это ужасная цифра, но вдумайтесь в нее. Каждый седьмой подросток подвергался преследованию со стороны знакомых взрослых, членов семьи. В массовом восприятии это превратилось в преследование со стороны незнакомого взрослого. Оффлайн и онлайн. Таким образом, получается, что фиксировала занудная криминальная статистика? Занудная криминальная статистика фиксировала сексуальное преследование молодежи со стороны знакомых взрослых или знакомых подростков. Оффлайн. То есть главной угрозой становилась семья, а потом школа. В массовом сознании это все конвертируется в страшного преследователя онлайн. Страшного педофила или страшного просто незнакомца, который преследует тебя непонятно зачем. Это наследие. То есть этот портрет виртуального соблазнителя, который будет нападать на тебя, взрослый, незнакомец в массовом сознании, не соответствует реальности. Мало того, не соответствует и тот факт, что это девочка. Потому что, как правило, все реальные исследования показывают, что мальчики являются объектами таких угроз даже чаще иногда, чем девочки. Но, тем не менее, мы все равно говорим, что девочки являются главным таким объектом опасности. Мало того, появление, как показывает криминальная статистика, а она в Соединенных Штатах Америки, в отличие от нас, вполне доступна и очень хорошо развита, появление социальных сетей понижает уровень преступности по отношению к девушкам. Тем не менее, образ виртуального соблазнителя, преследующего онлайн, становится очень страшным. Ровно то же самое происходило с этой историей с онлайн-педофилами. Они существуют, педофилы существуют, но статистически гораздо чаще подростки сталкиваются с опасностью не в интернете, а в семье и в школе, а также на улице, в компаниях. То есть в нормальном совершенно физическом пространстве, которое окружает тебя каждый день. Тем не менее, человеку чрезвычайно трудно. Человек очень социальное животное. Мы хотим чувствовать себя членом группы. Когда мы чувствуем себя членом группы, мы делегируем членам этой группы ощущение, что они такие же, как мы, они такие же, как я, я такой же, как он. Поэтому совершенно невозможно представить себе, что преступник – он один из нас. Гораздо проще создавать преступника другого, рисовать страшного незнакомца, который угрожает нашим детям. Это, как вы понимаете, не приносит никакого решения проблемы. Соответственно, вот, например, давайте возьмем современные данные. Я плотно работаю с организацией, волонтерской организацией Лиза Алерт, некоторые говорят Лиза Алерт, которые ищут пропавших людей, в том числе, к сожалению, пропавших детей. Их, к сожалению, у них есть реальная статистика. И, как правило, что мне говорят мои коллеги, которые работают в этой организации, что, как правило, основной причиной гибели детей являются природные объекты. Это лес, это река, и ребенок чаще всего гибнет непосредственно в близости от дома. При этом научить ребенка или убегает из дома из-за конфликта. При этом родители категорически, невзирая на все попытки волонтеров Лиза Алерт, предлагают родителям научить их пользоваться, ориентироваться в лесу, объяснить простейшие правила поведения, главное из которых, если ты заблудился, никуда не уходить. Как правило, люди, заблуждаясь, в панике начинают бежать за много километров от той точки, где его потеряли. На ту точку, где человек потерялся, туда его идут спасатели прежде всего. Поэтому главное правило потери в лесу – никуда не уходить. Так вот, соответственно, родители больше всего боятся педофилов, а гибнут больше всего дети в реке, в лесу, и самое ужасное случае – это тонут в деревенских туалетах. Но при этом случаи реальных сексуальных преступлений по отношению к детям, они есть, это ужасно. Но из 600 случаев – это 5. То есть это меньше 1%. Таким образом, понимаете, возвращаясь к страхам перед технологиями, мы боимся интернета, на самом деле. Мы боимся не интернета, мы боимся потерять контроль над некоторой группой. И мы создаем себе врага, который ожидает нас в интернете, совершенно как бы игнорируя какие-то реальные проблемы. Например, опять еще немножко очень занудной статистики про то, что эта паника в США развивалась с 2001 по 2006 год, о том, что девочкам угрожают педофилы онлайн. Пока, соответственно, все криминологи, социологи, полиция пыталась работать с цифрами и говорила, что реальная опасность, она не в интернете. Реальная опасность, она на самом деле, к сожалению, гораздо ближе. Тем не менее, это привело к тому, что в американских школах был принят такой акт ДОПЕ по защите от интернета, который предполагал сильные ограничения в пользу интернету. Он был принят аж в 2006 году. Это ни к чему не привело, потому что, вот если мы задумаемся над ограничением интернета детям в школах, можно сразу посмотреть, как использовался американский опыт. Да никак, потому что все эти фильтры очень легко обходятся. Ну, не очень легко, но это провоцирует их обходить. Соответственно, заводятся еще более невидимые, неконтролируемые чаты, и проблема становится реально еще менее контролируемой. Значит, собственно говоря, теперь, что касается… Мы уже с вами обсудили, что во время паник перед телефонами и телеграфами мы на самом деле здесь боялись общения в нефизическом пространстве, потому что мы его не понимаем. И в этот момент люди, то есть группы, которые мы считаем по умолчанию зависимыми от нас, они оказываются в другом пространстве, они выходят спод нашего контроля. И вот, пожалуйста, список паник, которые были в России, год, который здесь стоит, указывает примерно на первую фиксацию нашей исследовательской группой. Хотя, конечно, во-первых, я буду очень благодарна, если мне дополните, ну и уточните. Там мобильные телефоны вызывают рак мозга, смерть томогоча вызывает самоубийство, яркие цвета зомбируют, вызывают эпилепсию у детей, которые смотрят покемонов-трансформеров, от мобильной связи исчезают тараканы, самоубийство детей вызвано компьютерными играми, дети умирают от инсульта во время компьютерных игр, группы смерти заставляют совершать самоубийство школьников, и рассылка об игре «Беги и угри» проходит через мессенджеры, и, соответственно, приходит страшная Мома, которая тоже зомбирует детей, совершает самоубийство. Самая сильная паника из них и всех, на самом деле, вот это вот, например, про покемонов и трансформеров, она тоже, на самом деле, была такая довольно существенная. Просто, видимо, мы уже плохо ее помним. Но самая известная из этих паник – это группа смерти. 16 мая 2016 года в «Новой газете» была опубликована огромная статья о журналистке Галины Мурсалиевой, которая написала книгу, простите, потом начнем, правильно написала книгу, которая рассказала о том, наверное, все это знают, что в интернете существуют группы смерти. Эти группы создаются некоторыми людьми, которые называются кураторы, которые должны заставить детей совершать самоубийство путем такого зомбирования. При этом это происходит не просто так, а потому что то ли эти кураторы охотятся за специальными талантливыми людьми, то ли они все находятся на содержании ГАЗДЕПа. То есть это некоторая такая организация, которая ставит свою цель убивать детей. Вот эта знаменитая цитата «Речь идет о национальной безопасности России. Наших детей убивают». Значит, кто не знает про эту историю? Есть такие не знающие про эту историю? Поднимите, пожалуйста, руки, вроде все знают. Хорошо. Значит, ну вот, собственно, как эта паника развивалась, публикуется статья в «Новой газете». Значит, надо сказать, что, понимаете, мы, социальные антропологи, мы работаем всегда на двух планах. Мы, на самом деле, проверяем, что есть в реальности, и дальше мы анализируем, как люди на это реагируют. Эти две вещи совершенно не обязательно совпадают, как, наверное, вы поняли из моей лекции. Так вот, мы довольно сразу в эти группы внедрились. Ну и есть наше знаменитое довольно расследование того, как на самом деле изнутри устроены группы смерти. И вот наш внедрённый исследователь там провёл как бы во всех них год. Год такого этнографического наблюдения. Значит, ну, сейчас мы к этому немножко ещё вернёмся. Значит, статья в «Новой газете». Май-январь. Постепенное развитие паники, нерегулярное обсуждение. Значит, февраль-март 2017 года. Развитие моральной паники. Значит, социальная реклама в магазинах появляется. Медосмотры в школах. Принудительный медосмотры в школах на предмет, вот, как бы, осмотра рук. Предупреждение родителей. СМС-рассылка о подготовке массовых подростковых самоубийствах на территории России. Высказание представителей власти. Предлагаются разные законы, ограничивающие контакт детей с интернетом. Мой самый любимый закон депутата Ленобласти, слава богу, его не приняли, по паспорту, в интернет по паспорту с 14 лет. И закон, принимается новый закон о группах смерти, и происходит аресты людей, которых считают кураторами. Это, собственно говоря, вот примерно структура того, как это все развивалось. Что в реальности там было? Ну, не очень хочется пересказывать все наше исследование, сколько это тема отдельной лекции. В реальности не существовало такого явления, как группы смерти, которые ставили перед собой задачу довести людей до самоубийства. Были разные площадки, в которых люди общались совершенно на абсолютно разные темы, от анекдотов до проблем в школе. Несколько раз по наше наблюдение обсуждали суициды, но потом все обсуждали, что, собственно говоря, дальше это никуда не пошло. Как правило, эти группы раздували посещаемость для того, чтобы продавать эти группы ВКонтакте под рекламу. На этой живут администраторы ВКонтакте. И в этом смысле статья Мурсалиевой сработала на это. За этим стоит. Однако, когда эта статья Мурсалиевой вышла, это стало широко известно, история о том, что существует групп смерти, где можно играть в некоторую игру, разошлась далеко за пределами этих несчастных групп. Самые разные школьники, от пятиклассников до довольно молодых, уже взрослых людей принялись радостно играть в эту игру, представляясь куратором. На нашего исследователя выходило 51 человек, простите, 50 человек, как бы предлагали поиграть в игру, вырезать синего кита, порезать рук, вот это все. Путем дальнейшего общения выяснялось, что 49 из них оказались школьниками в возрасте от 12 до 14 лет, а один представился сотрудником ФСБ. Чем больше статья Мурсалиева расходила, тем больше эта статья становилась известной. При этом, тем больше история про эту игру становилась известной, тем больше школьники хотели в нее поиграть. Почему? Потому что это имеет отношение к очень известному, к вообще подростковой культуре, такому желанию проходить инициации, желанию проходить эмоциональные испытания. Такие подростковые инициационные игры на испытания существуют вообще везде. Это некоторая часть эмоционального взросления. Таких игр вообще на самом деле в разных культурах очень много, и если вы немножечко вспомните свою молодость, то уверяю вас, что они есть. С ними, наверное, как-то надо работать. Но тот факт, что школьники начинают приходить и говорить, давай ты порежешь вены, давай ты нарисуешь синего кита, это на самом деле часть таких эмоциональных игр. При этом, когда мы начинали их расспрашивать, они говорили, ну там типа вот, там один молодой человек говорил, ну вот там, у меня там девушка в классе, ее очень чморят, я хочу как бы научиться людей пугать, чтобы их пугать. Там другая говорила, что вот ей прикольно как бы научиться управлять другим человеком. То есть это речь идет о том, в этих играх речь всегда идет о получении и отдавании контроля. И вот это вот, и у нас снова всплывает то получение, отдавание контроля, которое мы обсуждали в связи с телеграфом и телефоном. Галина Мурсалиева, когда писала свою статью, она не из воздуха все эти данные взяла, к ней пришла некая группа, простите, к ней пришла некая группа, вот, собственно говоря, сейчас вы увидите их на экране, в этой передаче «Мужское и женское». Группа защиты детей от киберпреступлений, организованной некоторыми родителями, двумя парами родителей, которые потеряли детей. В частности, таким Пестовым. Значит, собственно говоря, этот Пестов собирал, вот у Пестова была идея, что его дочь погибла не просто так, а ее убил интернет. И он собирал разные доказательства этого, и с этим доказательством он приходил к Бастрыкину, он приходил к Мурсалиеву, он приходил много к кому. И это, собственно говоря, его и Мурсалиевой идеи о том, как устроен интернет, и его плохо понятые истории про хитрые задания и задачи. И вот, собственно говоря, секундочку, на волне моральной паники, которая развивается уже в 2017 году, его приглашают на ток-шоу «Мужское и женское» в прайм-тайм первого канала, где он рассказывает свою точку зрения, «Кто убивает детей в интернете?» Ну вот, собственно говоря, вот фрагмент этого договора, четвертый пункт, пятый пункт, субъект в скобочках тела и душа прекратил функционирование путем самоликвидации жизненных процессов. Значит, что мы здесь имеем? Паника очень сильная, и Пестов решает подогреть ее, и он, по сути, говорит о том, что куратор, администратор группы, они не просто развлекаются, или они не просто сумасшедшие, они не просто преступники, а они действуют по некоторому заранее подготовленному плану, это такой дьявольский план. Фактически они слуги Люцифера, а интернет – его порождение. Ну, собственно говоря, как сказать, дальше он эту тему развивал во многих своих интервью, соответственно, он рассказывал про интервью с некоторым куратором, который говорит, что я убил 180 детей, я на эти 180 убийств сделал себе коттедж за границей, две машины и так далее. И, собственно говоря, и он как бы эту тему того, что интернет – это порождение дьявола, и убивают детей по такому договору с дьяволом, покупают душу, или интернет – это алгоритм, он, собственно говоря, по-прежнему на этом и настаивает. Вот тут вот на самом деле мы должны сделать некоторую такую паузу, перейти к третьей части, задать вопрос, почему это все происходит, почему в России это происходит сейчас. Для этого мы должны на самом деле снова пойти в далекие года и вспомнить про такую прекрасную женщину, которую звали Маргарет Митт. Это, видимо, мой самый любимый исследователь. Она ответственна, например, за появление многих идей, в том числе за сексуальную революцию, которая произошла. Она очень сильно повлияла на развитие западного общества, а занималась она, собственно говоря, всю жизнь одним простым вопросом. Как строятся отношения между родителем и ребенком? Универсальны ли они? Универсален ли конфликт отцов и детей? С этой точки зрения она, будучи совсем юной девушкой, поехала в экспедицию на остров Самоа в Полинезии. Не потому, что она там очень сильно хотела ехать в Полинезию, а потому, что ей нужно было некая такая лабораторная площадка, максимально непохожая, с одной стороны, простая, а с другой стороны, не похожая на европейскую цивилизацию. И у нее был простой исследовательский вопрос понять, универсальный ли конфликт отцов и детей? Она писала про то, что вот мы там все смиряемся с тем, как наши дети, подростки скандалят с нами, не слушаются, не признают власти отца, а всегда ли это? Является ли это биологическим механизмом? Как это устроено в других культурах? И она, собственно говоря, всю жизнь им занималась, написала замечательную книжку, стала бесконечно известной в возрасте 23 лет. Все прочитайте ее книжку «Взросление на Самоа». А в год своей смерти, в 1970 году, она написала другую книжку, которая называется «Культура и обязательства» «Culture and Commitment», в которой она задалась вопросом, как вообще устроен культурный опыт, как мы культурный опыт передаем. Она говорит, что такое традиционная культура? Ну там, там бла-бла-бла, нет технологий, там бла-бла-бла, песни, пляски, малые группы. Нет, это все вторично, важно не это. Прежде всего, это определенный тип передачи знания. Что думает дедушка, беря на руки новорожденного внука в традиционном обществе, скажем, в Полинезии? Он смотрит на него и думает, мой внук проживет эту прекрасную жизнь так же, как прожил ее я. Потому что в традиционном обществе существует только один способ передачи информации. И мало того, люди существовали, люди как биологические существа, так жили десятки тысяч лет. Единственным источником передачи информации было старшее поколение. При этом понятно, что тем старше, тем лучше, потому что ты больше знаешь. Работает правило выжившего. Если ты выжил, значит, ты знаешь, как правильно, поэтому вся остальная группа будет делать, как говоришь ты. Поэтому, соответственно, все обучение в таких культурах строится на подражании младших старшим. Никакого другого способа добыть никакую внешнюю информацию не бывает. Почему? Потому что, конечно, наша среда с вами, окружающая человека, природная, она меняется. Но она меняется не настолько быстро, чтобы в течение жизни одного человека человеку приходилось там несколько раз адаптироваться. Поэтому его адаптация строится только за счет того, что он делает так, как ему говорят старшие. Это так называемая постфигуративная передача культурного опыта. То есть фигура здесь отец. То есть за отцом я делаю так, как делает отец. У человека невероятно высока имитационная способность. Мы очень хорошо имитируем действия других. Однако, говорит Маргарет Митт, сейчас ситуация меняется, потому что сильные изменения происходят на протяжении одной жизни. и нам постоянно приходится к ним адаптироваться очень быстро. Появляется очень много разных вещей, разных технических новшеств, меняются социальные условия. В результате получается, что человек на протяжении одного своей жизни должен очень быстро меняться к новым вещам. Вспомните, сколько вы на протяжении своей жизни привыкали к новым формам компьютера, например. Соответственно, передача культурного опыта от родителей, вертикальная, от старших к младшим, становится уже не такой нужной. Гораздо чаще люди начинают получать опыт от сверстников, поэтому появляется вторая модель культурного опыта, кофигуративность. Так, например, мы едем, например, она приводит в пример эмиграцию в Израиль. Вот в 70-е годы, ну, в 60-е, начинается эмиграция в Израиль. Американцы, где была совершенно, поверьте мне, другая жизнь, чем в Штатах. Соответственно, туда уезжает молодое поколение, потом она приводит с собой стариков. И культурный опыт стариков и молодых людей уже разный. Молодые люди уже не могут научиться у стариков. Им всем вместе приходится учиться чему-то новому. Это кофигуративность. Но Маргарет Митт не была бы Маргарет Митт, если бы она не сказала одну очень важную вещь. Она сказала, что культура не стоит на месте, и она будет развиваться, и сложится такая ситуация, которую она называла гипотетической ситуацией префигуративности. Она закончила книжку в 1970 году и умерла. Префигуративность – это ситуация, при которой младшие обучаются у старших. Простите, наоборот, у которых младшие обучают старших. Соответственно, но Маргарет Митт не была бы Маргарет Митт, если бы она не предсказала одну важную вещь. Она говорит, вот такой разворот культурного опыта, вызовет следующее. Получается, что культурный багаж, который копят старшие, он в какой-то момент оказывается не такой уж нужный младшему поколению. Это само по себе вызывает страшный страх. И тут мы возвращаемся к теме страха. И этот страх будет фокусироваться по отношению к подростку, потому что мы начнем его бояться. Забавно, что в 1988 году две главы этой книжки были переведены на русский. Две главы, но не три. Как вы, наверное, догадываетесь, одна глава не была переведена. Глава про последнее, про префигуративность. И такой известный социолог Кон, который ее переводил, он сказал, что, типа, перемещание написал, что я, типа, не стала ее переводить, потому что то, что описывает Маргарет Митт, не будет никогда. Это все неправда. Маргарет Митт выступила в роли, несвойственной ей роли лжепророка. Вот та модель, которую она написала, она невозможна. Но она случилась. И сейчас мы в своей жизни иногда находимся в ситуации постфигуративности, иногда кофигуративности, очень часто мы находимся в ситуации префигуративности, когда мы покупаем новый смартфон и протягиваем своему 15-летнему сыну со словами Ваня, возьми, поставь мне все нужные приложения. И Ваня ставит все нужные приложения и учит маму пользоваться смартфоном. Это классический пример префигуративности. Однако это вызывает опасения по отношению к группе молодых, поскольку мы не можем передать свой культурный опыт. Что у нас происходит сейчас в России? За последние пять лет у нас произошел сильный разрыв. Это статистика двухлетней давности, и она уже сильно запоздала. Происходит сильный культурный разрыв между передачей культурного опыта. Я много записываю интервью, например, с учителями и с подростками, и часто там, например, учителя говорят, вот мы там стоим в школе, мы там стояли в очереди в 90-е за куском хлеба, а современное поколение этого не понимает. А подростки говорят, она нам рассказывает про стояние в очередях за куском хлеба в 90-е, а зачем нам это надо? Вот эта невозможность передать культурный опыт и не получение нужного вызывает страшный разрыв. Этот разрыв особенно сильный в отношении пользования интернетом. есть такой термин digital natives, то есть те, которые родились при или digital aborigines, те, которые родились при интернете, которые уже пользуются им с маленького возраста, и дигитальные иммигранты, которые научились, которые стали пользоваться интернетом во взрослом возрасте. Я не говорю сейчас, хорошо ли это плохо, это вообще не моя сфера судить. У нас разный культурный опыт. Одни не могут его передать, другие не могут его воспринять. Соответственно, получается, что с ранних, самых ранних лет у ребенка, который получил в руки смартфон, планшет и так далее, другой культурный опыт, чем у его родителей. Это вызывает у родителей, а также у школьных учителей страшный невроз. Значит, соответственно, и тут на этом фоне этих переживаний ощущение того, что мобильный интернет, смартфоны и всякие гаджеты в руках ребенка лишают тебя контроля над ним, плюс это ощущение невозможности передачи своего опыта приводит к группам смерти, которые мы описали. и вокруг паники, если мы так посмотрим на группу смерти, она полиагентна, ее сделали многие агенты со своими интересами, там и журналисты, там и политики, но во многом важную роль в этом сыграли учителя и родители, потому что группы смерти с историей про то, что существуют опасные паблики, позволила родителям и учителям легитимизировать усиление контроля над школой. Я не случайно рассказывала про принудительные медосмотры в школах Сибири и Урала. Это реальная история. Значит, соответственно, появляются родительские собрания, на которых рассказывают в судальных пабликах, появляются классные часы, появляются медосмотры, обязательные рассылки в родительских группах, письменные рекомендатели. И давайте посмотрим, что говорит учитель московской школы на родительском собрании. Наблюдайте за своими детьми, отслеживайте переписку, пока они еще не научились удалять историю. Смотрите контакты, не появился ли кто-нибудь незнакомый в группе, потому что эти сообщества Тихий Кит и Тихий Дом доводят здесь до самоубийства. А родители начали собирать вот такие смешные расписки «Я, такой-то родитель ученика 11-го класса знакомлен про сайт Море Китов Тихий Дон Синий Кит хештег». Про что эта история? Это история про то, что эта паника, какой бы она ни была в своей основе, она легитимизирует повышенный контроль над родителями. Простите, над детьми. Ну и в качестве такого, что по этому поводу думают школьники? Школьники под это думают многое разное. Мы тоже про это проводили исследование. Вот, например, одна такая хорошая цитата на митинге 26 марта 2017 года. Мы спросили школьников про всю эту историю. Они сказали, что это несерьезно, это все придумано специально, чтобы дискредитировать интернет и чтобы родители имели возможность запретить пользоваться интернетом или ругать за это. Это опять история про контроль. Соответственно, заключение, я, видимо, уже просто неприлично долго рассказываю. Заключение очень занудное. Чем на самом деле вызваны страхи перед технологиями? Часть наших страхов перед технологиями это не страхи перед технологиями, не страх перед айпадом или не страх перед телевизором, а страх потеря контроля над теми группами, которые мы считаем уязвимыми. И, соответственно, в данном случае типичными триггерами будут появляться, когда у нас сильно не совпадает культурный опыт. Это спровоцирует тотальным покрытием интернета, сильным разрывом между дигитальными аборигенами и дигитальными мигрантами и, соответственно, этот самый страшный пост-префигуратирный разрыв. Мой опыт жизни в СССР, мой опыт жизни в постсоветское время уже никому не нужен. И как бы как же мне жить дальше? И поэтому в некотором смысле паники, похожие на паники групп смерти, они как бы по идее должны были появиться. Большое спасибо. На этом я, пожалуй, закончу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!